Девушка, дайте мне вот это колечко померить. А, вот это? Ну на, держи! Спасибо за ваше внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить пальчик вверх и поделиться в социальных сетях. Здравствуйте, меня зовут Валя, и я рассказываю о жизни в Америке. Я живу в штате Оклахома. Штат Оклахома находится почти точно посредине США, над штатом Техас. И, к моему большому сожалению, правительство Оклахомы решило, что можно открывать некоторые бизнесы уже на следующей неделе. Некоторые бизнесы будут открываться в пятницу, некоторые открываются в следующий понедельник. Салоны красоты, салоны массажа, салоны, где можно сделать татуировку или поиграть в некоторые спортивные игры, например, Болонь. Почему это считается жизненужными вещами, я не понимаю. Почему-то наше правительство нашего штата решило, что да, можно как-то делать бизнес, несмотря на то, что у нас сейчас ситуация в штате достаточно трудная. У нас случаи заболевания до сих пор растут вверх. Они еще даже не на плато и не идут вниз, они идут вверх. Сейчас у нас до сих пор возрастает количество заболевших каждый день. Люди сказали, что им нужна работа, что им нужен заработок, и что они уже... Очень-очень задолбало сидеть дома. Я, честно говоря, не уверена, сколько людей так говорят, потому что все мои знакомые и друзья, большинство из них, скажем, 90% из них, говорят, ребята, вы что, обалдели? Сейчас как раз у нас будет самый пик заболеваний, и в это же время начинают открываться бизнесы, где будут люди заново заражаться. Есть некоторые одиночки, которые действительно говорят, да, уже все, надо это закончить, люди всегда болеют, ну и что? А нам нужно зарабатывать свой доллар. Есть и такие люди, у меня даже есть такие сотрудники, с которыми я работаю, но в большинстве своем, по крайней мере в моем окружении, 90% людей говорят, ребята, слишком, слишком рано. Как раз сегодня по NBC показывали статистику. Они сделали опрос большого количества американцев. Вопрос был такой. Ограничения, которые сейчас у вас есть, значит, не выходить из дома зазря, не ездить лишний раз в магазин, не встречаться в больших группах, ну, нормальные ограничения, которые все уже нам знакомы. Эти ограничения, как вы думаете, это хорошо или плохо? И было три ответа. Это слишком много ограничений? Это недостаточно ограничений? Или эти ограничения как раз то, что сейчас нужно? Всего лишь 12% от людей, которые были опрошены, сказали, что it's going too far. Или это слишком много ограничений сейчас. Они готовы пойти на работу, неважно, заразятся или заразят кого-нибудь. Они готовы выйти в магазин, покупать вещи, которые им, в принципе, не особо нужны, потому что их уже задолбало сидеть дома. Но всего лишь 12%, ребята. 26% людей, которые были опрошены, сказали, что ограничений недостаточно. У нас не выписывают штрафы, у нас не арестуют людей, если они собрались в большую группу. Да, у нас, скорее всего, кто-нибудь вызовет полицию, и полиция попросит людей разойтись. Но только если ты потом уже будешь спорить с полицейским или начнешь с ним драться, тогда тебя арестуют. Но, в принципе, у нас нет наказания, если ты не следуешь этим советам и не ограничиваешь себя. Ты, в принципе, можешь поехать и к бабушкам, и к дедушкам. Ты можешь поехать, поиграть на площадке, снять эту бумажку, где написано, что нельзя на площадке играть сейчас. Поиграешь на площадке, и, в принципе, скорее всего, к тебе даже и полицейский не подъедет и ничего не скажет. У нас достаточно спокойно, и некоторые люди этим пользуются. И 61% людей сказали, что «А, it's about right», что значит примерно правильно. Те ограничения, которые сейчас поставлены, если люди им действительно следуют, как раз это сейчас и нужно, чтобы снизить эту гору. Потому что, помните, у нас в штате Оклахома до сих пор гора идет вверх. У нас до сих пор количество заболевших идет вверх. И сейчас, если мы, как послушные граждане, посидели бы дома несколько дней, или даже несколько недель, не ходили лишний раз в магазин, не ходили лишний раз собираться с друзьями, то вот эта гора, я надеюсь, количество заболевших, наконец-то пойдет вниз. Поэтому 61% людей сказали, что «Да, эти ограничения, мы с ними согласны. Мы лучше пересидеть немножко дома, чем переболеть, или еще заразить кого-нибудь и быть причиной смерти». Посмотрим на штат Джорджия. То, что они сейчас пытаются делать в штате Джорджия, открывают некоторые бизнесы в пятницу, некоторые открываются в понедельник, ну или, по крайней мере, имеют разрешение, чтобы открыться. Та политика, которая сейчас проводится в штате Джорджия, очень похожа на политику, которая проводится в штате Оклахомы. Но почему-то, не знаю почему, по новостям показывают все про штат Джорджия, и почти совсем не показывают Оклахому. Поэтому мы будем говорить про штат Джорджия. В Джорджии больше чем 20 тысяч заболевших, больше чем 800 погибших, но тем не менее правительство этого штата решает, что они могут рисковать заражением еще больше людей и возможно больше смертей, лишь бы для того, чтобы открыть штат, для того, чтобы люди начали зарабатывать деньги, для того, чтобы штат как бы сам не обанкротился. В принципе, ну если уж честно говорить, если честно говорить, это все упирается в доллар. А теперь подумаем о людях, которых это коснется и не просто так, а люди, которые заболеют, которые возможно погибнут из-за этого, из-за того, что у кого-то кончилась монетка или у кого-то вот сейчас, прямо сейчас руки чешутся, задолбало сидеть дома. Америка страна очень дорогая. И скажем, человек, которому лет 40 или 50, который работает, заболел. Если он болеет 2, 3, 5 недель, он возможно потеряет работу, он возможно потеряет медицинскую страховку. Ему возможно придется платить из кармана огроменные счета медицинские, которые будут связаны с заболеванием. Давайте будем говорить честно. Никто точно не знает, как этот вирус повлияет на вас или на меня. Потому что у всех получается немножко разная болезнь. Некоторые люди переносят этот вирус достаточно быстро и просто чуть покашлял, чуть потемпературил, закончил. А некоторые попадают в больницу или даже умирают. Система медицинского обслуживания в Америке уже давно и сильно хромает. Напоминаю, что даже когда вы пойдете в больницу и у вас есть страховка, скажем, у вас есть хорошая страховка от работы, да, вам все равно придется платить дедактабл, что значит вы платите деньги перед тем, как страховка начинает покрывать что-либо. Например, мое дедактабл на человека в год по моей страховке это 1000 долларов. Значит, я из кармана выложу 1000 долларов перед тем, как страховка будет покрывать что-либо. Значит, после этого моя страховка покрывает от 80 до 60 процентов, смотря что. А остальная часть, от 20 до 40 процентов, это опять же покрываю я. Значит, если мне сделали анализ, который стоит 100 долларов, то 20 я все равно приду и выложу за это сама. Ну, это такая очень маленькая, маленький пример. А теперь подумайте, когда больница, когда человека кладут в больницу, то 2-3 тысячи, а то, может быть, больше в день, просто надо заплатить за больницу. И опять же, отчасти эта страховка покроет, но не все. Если у вас анализы, если вас посмотрел доктор, если вам сделали рентген, если вам сделали кислородную машину, это все получается экстра. И за это, опять же, вы будете платить какой-то процент. Даже у людей, у которых есть хорошая страховка. Когда их кладут в больницу, они знают, что они попали на много тысяч долларов. А теперь подумайте о людях, у которых либо нет страховки, либо у них страховка не очень здоровская. Такие тоже бывают. Поэтому, вот, хорошо, ладно, мы открыли бизнес. Это того стоит? Это стоит того, вот вы сходите, сделаете там свои волосы, свои ногти, сходите в спортивный зал, либо сами заболеете, либо кого-то еще заразите. И потом... Ну, я вам могу сказать, что больницам, конечно, это будет выгодно. А вот медсестрам и докторам, которые уже устали, и которые уже делают ошибки, потому что им спать некогда, потому что у них столько пациентов, наверное, нет. А еще это кому не выгодно? А тем людям, которые заболели, которым придется платить тысячи и тысячи долларов, ну, и, конечно, люди, которые пострадали в этом еще сильнее, и им, их семьям придется платить за гробы и места на кладбище. Я вообще почти без слов. Как наше правительство штатов, о чем они сейчас думают? Они думают только о деньгах. Вот давайте посмотрим. Это штат Джорджия. Как вы видите, у них был пик вот здесь вот, но после этого не сильно оттуда снизилась. Когда вы видите вот эти дырочки здесь, это векенд, суббота, воскресенье. Меньше разных клиник и больниц открыта, поэтому меньше делается тестов. Но, в принципе, это у них еще растет. Вот эта горка заболеваний, да, еще до сих пор растет. Но, тем не менее, они решают открываться в эту пятницу и в следующий понедельник, смотря какие бизнесы. Теперь посмотрим Аклахому. Аклахома, конечно, у нас заболеваний меньше. Но, тем не менее, вот у нас за с марта месяца, как вы видите, сильно возросло количество заболевших. И до сих пор, опять же, у нас здесь вот это был векенд, но, в принципе, вот оно заново идет. В понедельник, вторник, опять тесты были, анализы сделаны. Вот опять пошло вверх заболевание. У нас штат небольшой. У нас всего лишь 4 миллиона человек во всем штате. Тем не менее, у нас вот написано здесь почти 3 тысячи заболевших и 164 человека уже погибло. И мы открываемся. Сравним с Нью-Йорком. Все уже слышали много про Нью-Йорк, да. Вот их число заболевших, опять же, начиная с марта месяца и кончая сегодняшним днем. Как вы видите, у них уже вот эта вот горка идет вниз. У них с 15 апреля снижается количество заболевших. И, тем не менее, они не собираются открываться. И, в принципе, по-моему, президент говорил, что нужно, по крайней мере, иметь 2 недели, когда вот эта горка заболевших идет вниз, да. По крайней мере, чтобы число заболевших уменьшалось 2 недели подряд. Такого ни в штате Джорджия, ни в штате Оклахомы сейчас нет. Эта горка, если она не идет вверх, то она уж точно 2 недели не была, чтобы она шла вниз. Еще одна статистика, которую я хотела вам показать, которая меня очень пугает. Я живу вот в этой области. Я ее синенькая пила. Вагнер Каунти. Это область. Здесь было заболевших 112 человек. Но из них 12 погибло. Ребята, если это посчитать, то это больше 10% получается. Вот наша статистика. Когда человек серьезно заболел этим коронавирусом, то 10% из них не выживают. В нашей области, например. Которая меня тоже волнует, это Талса Каунти. Это где живут мои родители. Здесь статистика немножко получше. Правда, заболевших больше. 437 человек заболело. Из них 25 погибло. А это тоже, извините, почти 6%. Почти 6% людей погибло. Это, опять же, статистика, которая вот у нас. Наша статистика. Не по всем штатам, не по всей стране. А вот наша статистика. Вот. В Талсе, Талса Каунти, погибает почти 6% людей, которые заболели. В Вагнер Каунти, где я живу, погибает 10%. Но, тем не менее, люди говорят, что вот, если мы еще месяц просидим на своей попе дома, то мы не сможем не потерять свой бизнес. У нас не будет денег. Мы не сможем принимать на работу людей. Мы не сможем выплачивать зарплату. Сейчас, в данный момент, вот это обязательно, нам нужно открыть двери, чтобы делать прически, чтобы покупать ювелирные изделия, чтобы играть в боллинг, чтобы ходить в кино. Вот надо сейчас. Через месяц будет поздно. Которые собираются открыться уже в ближайшие несколько дней, говорят, нет, нет, у нас все будет нормально. Мы заставим работников одевать маски и резиновые перчатки. Мы будем мерить температуру работникам. Мы будем, возможно, работать в разные смены, чтобы уменьшать количество людей в одной комнате в одно и то же время. И также мы будем придерживаться 6 футов, а это примерно 2 метра расстояния, между друг другом. Ну, это просто смешно. Другого слова на это нет. Вы как собираетесь, например, делать прическу или подстригать волосы кому-то 2 метра друг от друга? Или как вы даже собираетесь покупать, скажем, ювелирные изделия? Почему-то, почему-то, я не знаю, почему, но ювелирные магазины будут открыты в ближайшие несколько дней. Как вы это себе представляете? Девушка, дайте мне вот это колечко померить. А, вот это? Ну, на, держи! Ну вот, теперь колечко на всю жизнь потерялось. Вот, вы представляете, как это вообще возможно сделать бизнес, если у вас нужно иметь 6 футов дистанцию, 2 метра дистанцию, если вам нужно иметь маску, перчатки и работать в разные смены. Это что, вы в парикмахерскую пойдете ночью? Пишите, что вы думаете. Пора ли открываться? Не важно, кто заразится, кто не заразится, но пора открывать бизнес, пора уже экономике идти на выздоровление. Или, может быть, стоит еще посидеть дома несколько дней или несколько недель, для того, чтобы, по крайней мере, эта горка, число заболевших, начинало спускаться вниз. Пишите в комментариях. Спасибо за ваше внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить пальчик вверх и поделиться в социальных сетях.